РАДИО НВ ГОДИНА ПОЛИТИКИ НА РАДИО НВ ИВАН ЯКОВИНА СВИТ ОЛНЯТ Здравствуйте, дамы и господа. Действительно, Иван Яковинов в студии. Начинаю нашу еженедельную передачу о самых важных и интересных событиях в мире. Первым делом хочу назвать номер Вайбера 067-670-2057. Если у вас есть желание, можете описать туда что-нибудь мне. Я с удовольствием ваше сообщение читаю. Дальше. Наверное, в последней части сегодняшнего выпуска я поговорю о России. Там много всего интересного происходит. Я знаю, что многие следят за ситуацией, развивающейся там. Но все-таки хочу сегодня побольше уделить внимание тому, что происходит в других частях света. А то как-то я о них в последнее время позабыл. Итак, начнем с научных хороших новостей. Хочу поделиться тут хорошим известием из Китая. Ракета РЛВТ-5. Длина ее около 8 метров. Она взлетела на высоту около 300 метров. Китайская ракета, естественно. А потом благополучно приземлилась. Через 50 секунд. О чем это говорит? Вот эти вот ракеты китайские, они впервые, китайцы, стали создавать ракеты многоразового использования. Они надеются, что следующее поколение этих ракет, РЛВТ-6, сможет взлетать уже в космос нормально примерно 100 раз в год. Предполагается, что одна ракета 100 раз в год. То есть раз в три дня они собираются ее запускать. Ну, раз в три с половиной дня. И, соответственно, наладить многоразовые космические запуски. Соответственно, китайская космическая программа многократно подешевеет. И китайцы, судя по всему, вырвутся вперед в освоении космоса. Честно говоря, они и так-то не особо отстают. Они сейчас, Китай, занимает первое место по количеству космических запусков в год в мире. А обскакав даже Илона Маска с его SpaceX, тоже многоразовым. Ну, вообще, конечно, надо сказать, что появление китайской многоразовой ракеты, скорое появление, пока она еще это прототип, скорое появление, это, конечно, создать огромную конкуренцию Илону Маску с его Falcon 9. И, наверное, уже даже для Falcon Heavy будет серьезная конкуренция. Но у Илона Маска там свои далеко идущие планы. В общем, все равно конкуренция, надо сказать, всегда хорошо. Это означает, что запуски будут становиться все дешевле, и человечество все быстрее будет выходить в открытый космос. Еще важную весть хочу поделиться с вами. Судя по всему, к нам тут приходит всемирный экономический кризис, друзья мои. Вот издание The Bell пишет вот что. Сегодня доходность коротких бумаг США, двухлетних казначейских облигаций, превысила доходность длинных десятилетних казначейских облигаций на 1,7 базисных пункта. Мне, как и многим из вас, я думаю, это ни о чем не говорит, но это надо было процитировать просто, чтобы нагнать страху. А на самом деле, что это такое? Это самый надежный индикатор начавшейся рецессии. Дело в том, что разница в доходностях вот этих двухлетних и десятилетних, она там должна каким-то особым образом стать. И вот когда она становится таким образом, то всем уже начинает становиться понятно, что США вступили в период спада экономики. То есть экономический спад в Америке начался. Что еще интересно? Сегодня же была информация из Германии о том, что немецкая экономика впервые за многие годы, допустим, десятилетия начала снижение. То есть там впервые за несколько лет отмечен негативный рост экономики. То есть снижение, началась сокращаться экономика. О чем это говорит? И когда и США, и Германия вместе начинают падать, судя по всему, дела у мировой экономики пойдут очень плохо. А как вы знаете, когда начинается всемирный экономический кризис, всемирная рецессия, то сильнее всего страдают бедные страны, где ситуация и без того так себе. Поэтому я так подозреваю, что ничего хорошего нас в ближайшее время не ждет. Но посмотрим. Будем надеяться все-таки на лучшее. Я не экономист. Я думаю, экономисты вам более подробно расскажут. Но сегодня вот эти две новости так и так интересненько совпали, что я, конечно, не могу против им этого. И если действительно и в США, и в Германии начинается одновременно экономический кризис, это, конечно, очень печально для нас всех. Что еще интересно? В Китае замедлил рост своей экономики. Тоже есть там серьезные причины на то. Гонконг. Там, конечно, я думаю, все уже знают, что в Гонконге последние несколько месяцев продолжаются бесконечные просто акции протеста местного населения против, вы будете смеяться, всего лишь одного закона. Закон позволяет экстрадировать жителей, граждан Гонконга в Китай, в материковую часть Китая, где их можно судить. Что это означает? Это означает, что человека из независимого, свободного суда передают в коммунистический суперсвободный суд, где ему тут же моментально отрубают башку, даже если он ничего не сделал плохого. Скорее всего, даже если ничего плохого не сделал, то ему тем более ее отрубят. А вот если он только плохой, то тогда оставят в покое. В общем, конечно, местное население, гонконгцы, все 7 миллионов, страхно недовольны этим законом. Они долго-долго проводили манифестации, и городское руководство, которое, в общем, зависит от Китая, от материкового Китая, сказало, что ну ладно, так и быть, мы этот закон отложим в долгий ящик, не будем его принимать. Но местные не унимаются, требуют, во-первых, чтобы этот закон был полностью отменен, чтобы ни в коем случае его не принимали, потому что никто не хочет оказаться в китайской тюрьме, это удовольствие ниже среднего, я вам точно это говорю. Это, во-первых. Во-вторых, они вообще говорят, да какой черт, и Китай нам все указывает. Мы хотим сами с усами быть, и вообще сами себе выбирать руководство нашего славного города, и вообще не хотим мы в Китай. Представляете, ходят они, потому что требуют независимости, гады такие, и ходят с британскими флагами, потому что им либо независимости хочется, либо назад в Великобританию. Вот не любят они Китай, хотя сами в основном они, конечно, этнические китайцы. Школьники то у них бастуют, то юристы бастуют, то студенты, то какие-нибудь булочники, то все вместе с копом. Никто не хочет возвращаться в лоно славного компартии Китая и вообще материкового Китая. Вот никак им не хотят, потому что чем больше они видят, что такое Китай, тем меньше им это нравится. Китай, тем временем, конечно же, говорит, да это все иностранцы виноваты, естественно, все гонконгцы любят свою историческую родину и просто обожают Китай, хотя отвернутся в Китай, хотя на самом деле это, конечно, не так. И говорит, что там, конечно, воду баламутят иностранцы. Кто? В первую очередь, естественно, британцы, потому что Британия бывшая колониальная держава, которая, кстати сказать, силой, обманом выманила у Китая, который был тогда слаб и немощен, этот Гонконг. Там была просто деревушка, но из этой деревушки вырос один из самых динамичных и успешных городов мира, поэтому, конечно, наши британские товарищи внимательно очень следят за тем, что там происходит. Более того, на этой неделе я уже видел в нескольких британских газетах призывы к тому, чтобы, внимание, барабанная дробь, раздавать гражданство британское, подданство, наверное, в этом смысле, тем жителям Гонконга, кто пожелает этого. Это уже, знаете, какая-то почти наша история, где вот эти игры с гражданством, кто, значит, там Путин что-то пообещает боевикам в ДНР и ЛНР, то Зеленский предложит россиянам, пострадавшим от дубинок ОМОНа, тоже украинское уже гражданство. В общем, там такая интересная история. Китай, конечно, взвился, вообще дико восстал против вообще даже самого предложения того, чтобы раздавать гонконгцам британские паспорта. Читают китайцы это вмешательством в свои внутренние дела. Дико протестуют. Говорят, что нет-нет-нет, ни в коем случае этого нельзя. Более того, китайские власти сейчас сравнивают с террористами протестующих. Говорят, что те люди, которые не дают работать гонконгскому аэропорту, одному из самых, кстати, таких, знаете, бурлящих и многолюдных в Азии, это террористы, в общем, они, вот, дескать, срывают не только экономическую жизнь, но и сообщения с этим городом, то есть блокируют важнейший инфраструктурный узел. В общем, это правда, что блокируют, но вряд ли это можно назвать терроризмом, тем не менее. Но, по данным Дональда Трампа, китайская армия, которая называется Народно-освободительная армия Китая, или НУАК, сейчас собирает войска на границе с Гонконгом. То есть китайцы, судя по всему, планируют осуществить операцию, которая была хорошо описана в книге «Остров Крым» Василия Аксенова, когда, собственно, Крым тогда в книге «Независимый» был захвачен Советским Союзом. Сейчас китайцы собираются полу-независимой Китая, видимо, взять под свой контроль с помощью военной силы. Мне, если честно, это кажется очень и очень страшным и неприятным развитием событий, потому что, во-первых, гонконгцы так просто не сдадутся, они действительно очень решительно настроены антикитайски сейчас, и Китай вместо того, чтобы их, так сказать, холить, лелеять и прижать к любящей груди, видимо, собирается побить их палкой. А это, конечно, ничего приятного в этом нет, и, я думаю, жители Гонконга будут отбиваться изо всех сил, потому что они к такому обращению с собой не привыкли. Это первое. Второе. Понимаете, если действительно Китай решится на ввод войск в Гонконг, и там, не знаю, еще не дай бог стрелять, начнут по этим демонстрантам, то в этом случае Великобритания наверняка вмешается, потому что, согласно китайско-британскому договору, до, по-моему, 50-го года, до 47-го года, действуют особые правила управления Гонконгом, и, естественно, эти особые правила ни в коем случае не подразумевают китайских автоматчиков на улицах этого замечательного города. И, кстати, я там был, он, город такой замечательный, знаете, с натяжкой, потому что там действительно очень много людей, и они просто на головах друг у друга сидят, и если вы не очень любите такую скученность, то я вам в Гонконг ездить не советую. Хотя, в общем, красивый он, конечно, такой, знаешь, когда ты ощущаешь, что в будущее попадаешь, когда там оказываешься. Вот. Поэтому, если британцы вмешаются в ситуацию, то с британцами наверняка вмешаются и американцы, которые, во-первых, британцам союзники, а во-вторых, они, конечно, с огромным удовольствием сделают все возможное, чтобы насолить Китаю. Китай это прекрасно понимает, и пока вроде бы не лезет со своими войсками в Гонконг, но там ситуация такая, знаете, балансирует на грани. Что тут есть отметить? Во-первых, я хочу сказать вот что. Стивен Беннон, один из идеологов Дональда Трампа, то есть человек, который, в общем, сформировал мировоззрение Дональда Трампа, говорил, что до 2025, если не ошибаюсь, года, в ближайшие 10 лет, он в 2015 году говорил, между США и Китаем начнется война, возможно, даже ядерная война, за главенство в Южно-Китайском море, за доминирование над этим Южно-Китайским морем и за острова, которые сейчас китайцы там сооружают. Если я не ошибаюсь, не отшибла память, там какой-то сериал, недавно вышел, британский же, в котором там вот как раз такая война и начинается, то есть Дональд Трамп пересбирается на второй срок и запускает ядерную ракету по Китаю, по китайским островам. Это, конечно, сериал, но, знаете, чем дальше смотришь на наш мир, тем больше реальность похожа на всякие безумные сериалы, а иногда даже превосходит их по степени своего безумия. Еще, кстати, я хочу сказать одну такую новость, недавно совсем узнал, совершенно случайно наткнулся, китайцы начали создавать самолеты J-31. Это уже второе поколение китайских самолетов-невидимок, истребителей. Почему, что интересно, эти самолеты специально создаются, как вот специалисты выяснили, специально эти самолеты создаются для уничтожения, то есть для борьбы с американскими авианосцами и палубной авиацией. То есть они каким-то там специальным образом, они чуть больше, чем простые самолеты, то есть по габаритам с вами чуть крупнее, чуть больше у них топлива на борту, и ракеты более длиннобойные, насколько я понимаю, и это позволяет им с большей эффективностью работать именно против, над морем, во-первых, там, где нельзя сесть, и против американской палубной авиации. То есть понятно более-менее, к чему готовятся замечательные китайцы. В общем, вот такая вот ситуация. Я, конечно, очень внимательно слежу за тем, что происходит в Гонконге. Вообще переживаю за этот город. Не хотелось бы, чтобы там какая-то заваруха с кровью началась, тем более, что действительно, там, знаете, вот полшага от настоящего какого-нибудь кровопролития в Гонконге до серьезного общемирового конфликта, какого-то начала пост, даже не пост, а просто апокалиптического сценария, очень бы этого не хотелось. Но пока вот там суд доделал, у нас Индия и Пакистан сцепились вместе. Я как-то раз упоминал о них, но хочу более подробно рассказать. Там тоже ситуация очень серьезная, очень сложная. Еще один, можно сказать, апокалиптический сценарий. Там, знаете, в Индии есть такая актриса, ее зовут Приянка Чопра. Ее недавно пакистанцы обвинили в подстрекательстве к ядерной войне, потому что Приянка, это замечательно, написала в своем твиттере, что буквально она на хинде, наверное, написала, что, дескать, Индия победит. И пакистанцы это расценили как призыв к Индии начать войну и победить Пакистан. Она сама на это ответила, что вообще она, конечно, за мир, но она является патриотом, и поэтому как бы всякие варианты рассматривает. То есть она не стала даже отрицать, что вот как бы ядерная война, это окей. Вообще в Индии и в Пакистане сейчас местное население очень активно требует от правительства своих стран наказать друг друга. То есть пакистанцы требуют индусов, индийцы, индийцы, пакистанцев. Нарандра Моди. Премьер-министр Индии победил в этом году на парламентских выборах с огромным просто перевесом и получил неограниченный мандат на любые изменения. Причем самое главное изменение, которое он обещал своим избирателям, это покончить раз и навсегда с исламской проблемой, как он выражается, а именно разобраться с Кашмиром. Кашмир — это область на севере Индии, которая оспариваема суверенитетной стороны Пакистана. Так вот, эта область, там у нее долгая, очень интересная история, тем и менее. Там большинство населения — это мусульмане, а элиты всегда были индуистские. До недавнего, до последнего времени там действовал особый режим управления этим Кашмиром, благодаря которому местные жители, только местные жители могли покупать землю и недвижимость в Кашмире. То есть приезжим там не давал, у них не было возможности селиться даже в Кашмире. И за счет этого превалирование мусульман, то есть их большая численность в Кашмире сохранялась все последние годы. Но сейчас, вот на этой неделе, на Рендермоде, его партия, вообще индийский парламент, отменили действие 370-й статьи Конституции, которая гарантировала особый статус Кашмиру. И вот там все понеслось. Там пошло-поехало, страшные события стали происходить. Ну, страшные. Там, во-первых, все заблокировали, нет связи никакой в Кашмире, туда нельзя въехать-выехать. И там сейчас происходят очень интересные события, о которых я подробнее расскажу уже после перерыва. Сейчас у нас, я думаю, будут новости и реклама. Итак, на Рендермоде индийский премьер-министр пообещал еще во время предвыборной кампании разобраться с мусульманами, и вот, собственно, начинает разбираться. Еще, кстати, во время своего первого срока он закрывал глаза на мусульманские погромы в разных городах Индии, говорил, что ну так и сложилось, извините, ничего сделать не могу. То есть он действительно педалирует то, что называется в англоязычной прессе хинду-национализм, то есть индийский национализм, индусский, я даже не знаю, хотя это странное какое-то название такое, потому что на самом деле речь идет о религиозной нетерпимости к мусульманам, а не о национальной. Тем не менее, погромы эти идут, но главным, конечно, главным источником проблем для моди и его вот этой индуистской партии был Кашмир, в котором, собственно, мусульмане составляли большинство. Там происходили постоянно то теракты, то какие-то выступления местного населения, которые нифига не довольны были своим положением, хотя у них были очень широкие права, они все равно хотели либо независимость, либо присоединение к Пакистану. И вот сейчас отменили 370-ю вот эту статью Конституции, по сути дела, разрешив покупать землю в Кашмире всем желающим, гражданам Индии, естественно. И вы знаете, скорее всего, туда поедет очень много людей, потому что Кашмир, несмотря на то, что это очень красивая территория, это предгория, Гималаев, там долины, горы, леса, для Индии жаркий, вообще там прекраснейший климат, ну такой почти, знаете, Швейцария, индийская. Так вот, в этом Кашмире очень мало людей живет в сравнении, ну как бы, с остальной Индией, густонаселенной, и поэтому, я думаю, очень многие туда поедут, переедут жить, купят себе жилье, соответственно, демографическая ситуация изменится в пользу индуистов. Таким образом, Пакистан вообще навсегда должен будет забыть о своих каких-то претензиях на Кашмир, потому что сейчас они в основном базируются на том, что там большинство людей составляют именно мусульмане. Тут знаете, еще как интересно, у Индии конкретная есть задача, то есть они даже говорят, как мы собираемся решать эту проблему с Кашмиром, с недовольством местного населения. Там будет создан рынок земли. Опять привет нам, да, у нас нет рынка земли, индусы говорят, мы там создадим рынок земли, проведем земельную реформу, благодаря этому туда пойдут инвестиции, поедут люди, там начнут местное население богатеть. Сейчас Кашмир достаточно экономически неразвитый, это бедная территория. Вот когда там будут инвестиции, когда там закипит экономическая жизнь, вот тогда народ начнет богатеть и вообще забудет об экстремизме, о фанатизме, о фанатизме, о бедности, вообще обо всем. То есть все заживут хорошо, жирно и счастливо, и все у них будет замечательно. Конечно же, мусульманские жители этого района нифига не согласны с подобным подходом, они говорят, нет-нет-нет, нам это не надо, мы хотим независимость, нам тут не нужно никакого вашего богатства, мы хотим, главное, быть сами по себе. Но Индия говорит, нет, извините, все, ваш поезд ушел, соответственно, Пакистан в ярости. Пакистанцы говорят, что вот эта тактика постепенного наращивания демографического присутствия Индии в Кашмире, индуистского, она фашистская, она нацистская и нацелена на этническую чистку. Хотя, строго говоря, конечно, мусульманам никто резать, по крайней мере, не собирается, сейчас не говорит, по крайней мере, об этом, но я думаю, что и правда вряд ли кого-то начнут массово убивать или выгонять, ну мало ли, но пока не собираются. Тем не менее, просто естественным путем все больше и больше там будут жители индуистов и действительно произойдет смена демографии. Тут, знаете, Пакистан, конечно, сейчас там топает ногами и говорит, что так нельзя, но на самом деле, когда примерно то же самое делал Китай в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе с местными мусульманами, с уйгурами, да, когда их там в концлагерии разгоняли, туда этот Синьцзянь населяли этническими ханьцами, то есть китайцами с восточного побережья, ну, собственно, там другого-то и нет, с востока Китая, туда массово переселяли, чтобы изменить, опять же, демографическое соотношение уйгуров, мусульман и ханьцев. Так вот, в эти моменты Пакистан молчал, как рыба об лед, потому что Китай это один из главных, то есть главный вообще торговый партнер и союзник Пакистана, поэтому, конечно, в эти моменты пакистанцы закрыли себе рот на замок и молчали. А тут, знаете, видите ли, им все не нравится. Более того, была еще одна история с Бангладеш. Туда, знаете ли, с соседней Мьянмы, массово изгоняют буддисты, мьянские, да, наверное, бирманские буддисты, изгоняют массово мусульман Рахинджа. Там вообще страшная история, там их массово убивают, просто по-настоящему геноцидят этих несчастных мусульман, их гонят в Бангладеш. И Пакистан, в принципе, мог бы как бы их принять у себя, потому что Бангладеш это, в общем, бывший Пакистан, так называемый бывший Восточный Пакистан. Но Пакистан, опять же, абсолютно плевать на этих Рахинджа, никто их к себе брать не захотел. А вот сейчас, когда то же самое происходит в Кашмире, опять же, Пакистан вдруг увидел нарушение прав человека. Боже мой, не может быть. То есть, в общем, честно говоря, многие мусульманские страны вот такими вещами славятся. То есть, они начинают обращать внимание на какие-то проблемы, только тогда, когда у них под боком возникают, или прямо у них возникают. А когда точно таких же мусульман где-нибудь притесняют, там, знаете, чуть подальше, им плевать, они хотели на тех мусульман и вообще о них не вспоминают. Беженцев-то уж точно к себе не просят, не принимают, потому что беженцы бегут не сейчас, ну, скажем, взять Сирию, да. Беженцы же не в Саудовскую Аравию, которая богатая страна, и не в Кувейт, и не в Бахрейн бегут, которая тоже богатая страна. Беженцы бегут в Европу. Почему? Потому что Саудовская Аравия им вместо того, чтобы приютить, их показывает, конечно, в средний палец. Говорит, валите-ка вы отсюда, друзья. Никакого гуманизма там к своим единоверцам, конечно, и в помине нет. Вот такие, ну, естественно, в Пакистан тоже их никто не возьмет, поэтому бедным мусульманам из Сирии приходится бежать в христианскую Европу, потому что свои же друзья их не особо мечтают принять у себя. Вот такие вот истории. Плюс, знаете, что еще насчет Пакистана надо сказать? Там армия в последнее время практически срослась с мусульманскими экстремистами. Сейчас там премьер-министром у них работает Имран Хан, человек такой, раньше занимался игрой в крикет, селебрити, звезда местная, плейбой, Дон Жуан, в общем, как хотите, называйте, а потом он вдруг стал мусульманином, вспомнил о Боге, вообще развелся с женой еврейкой, кстати, который сказал, что все-все-все, он с ней никаких дел иметь не хочет, и вдруг он стал, знаете, таким набожным. Его тут же все полюбили, и он стал политиком, и избрался премьер-министром. Он говорит, что надо нам этих проклятых индусов к ногтю прижать, вообще армию увеличить, и давайте мы побольше денег будем в оружие вкладывать, и война, в войне нет ничего плохого. То есть он стал таким милитаристом-популистом. Я, вот знаете, боюсь того, что в Индии сидит сейчас адский националист этот, который вообще никаких проблем не испытывает на рендеромоде, не испытывающий никаких проблем с погромами массовыми против мусульман, а в Пакистане сидит чувак, который говорит, что вообще всех этих многобожников надо убивать, и пошли они всех к черту. То есть вообще два таких кадра стоят во главе с транс-ядерным оружием. Мне кажется, это довольно опасная ситуация. Но знаете, что будет, если они друг против друга применяют ядерное оружие? Тоже ничего хорошего. Дело в том, что при одновременном применении десятков или сотен атомных бомб в воздух поднимется значительное количество пыли. Так-то, когда были, знаете, ядерные испытания, обычно их, кстати, в воздухе или под землей или под водой проводят, чтобы как раз этой пыли не образовывалось при взрыве атомном. Но если будут лупить по городам друг друга, то, естественно, пыли будет огромное количество, она вся поднимется в воздух. И эта пыль настолько тонкая, что она, по расчетам ученых, она будет летать где-то на высоте 40 километров. Там, куда не долетает водяной пар. То есть там очень сухо. Из-за этого эта пыль никогда не намокнет и не осядет. Вернее, все-таки она осядет когда-то под действием гравитации, но из-за того, что она такая тонкая, там очень сильная ветра, она будет летать там очень и очень долго, годами. Лучи будут плохо проникать через вот это покрывало на землю. И у нас начнется вместо всемирного потепления всемирное похолодание. Из-за этого может начаться прям серьезный голод. Я даже читал исследование, сейчас, кстати, не нашел его, но верите мне, как говорится, что из-за войны ядерной Индии и Пакистана, потенциальной войны, может до половины населения Земли просто умереть от голода. Это, конечно, тоже будет не очень алло. Но будем опять же надеяться, что ничего такого не произойдет. Хотя, ну сейчас, блин, опять к этому идет. Хотя, надо сказать, Имран Хан честно объявил, что не хочет атомной войны с Индией. Ну, хоть на этом спасибо. Будем надеяться, что он будет придерживаться этой точки зрения и далее. Но, с другой стороны, в Пакистане, знаете, про Пакистан говорят, что это не страна со своей армией, а это армия со своей страной. Поэтому там все решают не премьер-министр, а армия. Все вопросы решает армия. И то, что она сейчас срослась именно с мусульманскими фанатиками, фанатиками это не есть хорошо. Еще что хочу вам сегодня рассказать. Турция. Турция у нас тут творит какие-то интересные вещи. На этой неделе Анкара объявила о том, что будет рассматривать возможность приобретения российских истребителей Су-35. Это истребители так называемого поколения 4++. Это вот прямо перед пятым поколением. Ну, хорошие самолеты, судя по всему, там много чего умеют, но не невидимки. Это единственное отличие от пятого поколения. Их, в общем, видно на радарах, причем неплохо видно. Но у Эрдогана, видимо, уже прям отчетливо просматривается курс на разрыв всех отношений с НАТО, с Западом вообще, и с НАТО в частности. Смотрите, в чем тут дело. Он вообще с 2010 года в общем-то очень сильно и открыто ненавидит Израиль. Дело в том, что в 2010 году была такая история, если вы помните, флотилия свободы, то есть несколько турецких кораблей с продовольствием для сектора газа, пошли, собственно, в сектор газа морем и хотели доставить вот эту вот типа гуманитарную помощь в сектор газа. Израиль сказал, что нет, 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 ничего вы туда не доставите, у нас тут блокады, поэтому давайте поворачивайте, плывите, откуда приплыли. Турецкие корабли сказали, что нет, мы все равно пойдем в сектор газа. Израиль высадил на эти корабли свой десант, убили там 9 человек, турок, и корабли эти захватили, в общем, ничего не дали, то ничего не дали. После этого Эрдоган дико разозлился на Израиль, потребовал извинений, потребовал компенсации и так далее, но ему никто ничего не дал, вернее, компенсации извинений недавно как-то израильтяните тихо-тихо дали, но с тех пор он просто ненавидит Израиль. В 2010 году тогда он там чуть ли не войной грозил Израилю, но ему и его собственные генералы объяснили, что нет, 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 с Израилем воевать это плохая идея, потому что Израиль намного сильнее и против израильской авиации у Турции нет вообще ничего. Собственно, тогда-то Эрдоган и потребовал у США, чтобы американцы продали ему как член НАТО ракеты Patriot, противовоздушные ракеты, но американский Сенат и вообще Конгресс, в котором достаточно сильное израильское лобби, они сказали, что нет, мы ничего не будем этому Эрдогану продавать, потому что непонятно, то есть, вернее, наоборот, слишком понятно, против кого он собирался этими ракетами отбиваться, поэтому не надо им ничего продавать. Если вдруг на Турцию кто-то нападет, то мы ее сами защитим своими ракетами, американскими, но туркам ничего продавать не будем. Эрдоган обиделся и стал вести шашню, то есть, он это не забыл. И сейчас, в последнее время, когда он подружился опять после сбитого российского самолета, он подружился с Владимиром Путиным, после 1917 года, если помните, в Турции была попытка переворота. Так вот, после этой попытки переворота, Эрдоган подружился с Путиным, и Путин сказал, мужик, давай я тебе продам С-400, С-400 ракеты не хуже Patriot, то есть, противовоздушные ракеты. Эрдоган сказал, да, давай. И они подписали контракт. В чем, чем хороши эти С-400 для Эрдогана? Они, в общем, если их разместить на юге Турции, эти ракеты покрывают собой вообще все восточное Средиземноморье, включая Израиль, то есть, сидя в Турции, можно контролировать с помощью этих ракет воздушное пространство над Израилем. То есть, Эрдоган получит то, что он хотел, то есть, возможность сбивать израильские самолеты. Причем, если бы раньше он мог это делать, вернее, с американскими ракетами это было делать очень сложно, потому что там есть система свой-чужой, и, естественно, американские ракеты распознают израильские самолеты как свои, тем более, что у Израиля на вооружении стоят американские же самолеты. То российские ракеты, там ничего такого нет, и поэтому российские, собственно, для уничтожения американских самолетов лучше всего, конечно, годятся российские ракеты. Ну, может быть, там, китайские или иранские, но вот подвернулись ему российские. Соответственно, Эрдоган купил эти ракеты и даже поставил их на боевое дежурство. Дональд Трамп обещал наказать Эрдогана. Почему? Потому что, знаете, когда эти ракеты ставятся на боевое дежурство, туда приезжают российские специалисты, офицеры и сами их устанавливают. То есть ставят их на это боевое дежурство. Таким образом, фактически Россия получает свой контроль над воздушным пространством на некоторое время, не навсегда, но на некоторое время одной из главных стран НАТО, то есть Турции. Конечно, в НАТО никому это нифига не нравится. Более того, штука в том, что если Турция сейчас так сильно дружит с Россией, она, к сожалению, с очень большой вероятностью передает России разные натовские военные секреты. В том числе, например, секреты F-35. Что такое F-35? Самая дорогая программа вооружения в истории человечества. Это американцы создают самолет-невидимку последнего поколения вместе с рядом своих союзников по НАТО, а также Израилем и другими странами. Так вот, вот эти самолеты F-35, которые как раз будут самолетами пятого поколения, невидимками, в их создании участвуют в том числе и Турция, турецкие компании. То есть вообще Турция знает все про эти самолеты. Ну почти все хорошо, не все, но очень много. И, соответственно, американцы очень не хотели бы, чтобы в руках у Турции оказались и российские ракеты, и американские самолеты. Потому что с помощью российских ракет можно научиться сбивать эти самолеты-невидимки. Они хоть и называются невидимки, но все равно кое-как-то видно. И американцы боялись, что Турция, а вместе с Турцией и Россией, получат доступ к главному американскому секрету 21 века, вот этим самолетам. Научатся их сшибать, потому что если Россия получит противоядие против этих F-35, то она получит огромное стратегическое преимущество. Естественно, короче говоря, американцам не понравилось то, что у Турции будут и самолеты, и ракеты. Они сказали, окей, хорошо, если вы купите российские ракеты, самолеты мы вам не предадим, не будет у вас самолетов. А Турция заказала 100 с лишним самолетов и даже предоплату за них провела. В общем, самолетов вы не получите. И более того, мы против вас санкции экономические введем. Турция сказала, да, ну ладно, хорошо, нам плевать. Все равно мы купим эти ракеты и поставим их на боевое дежурство. Они купили и поставили эти ракеты на боевое дежурство. Сейчас теоретически Дональд Трамп должен был бы как-то наказать Турцию, ввести какие-то санкции, но он не сделал ничего. И вот в Financial Times я прочитал замечательное мнение о том, что Америка в этом Дональда Трампа оказалась так называемым бумажным тигром. То есть страной, которая грозится очень многим, но ничего не смогла сделать Турция. То есть Турция получила все, что хотела. Она получила и ракеты, видимо, получат сейчас и самолеты, и никаких санкций в наказании за это. То есть, кстати, самолеты, они собираются купить сейчас тоже российские Су-35. И вот это будет уже прям совсем перебор. Я думаю, что Турцию после этого надо будет выгонять из НАТО, потому что есть всему должен быть предел. Если Турция полностью дружит с Россией и сама себя противопоставляет Западу вообще и НАТО в частности, то, наверное, надо ее гнать. Потому что если ее американцы и европейцы сейчас не выгонят из НАТО, то потом они горько об этом пожалеют. На этом у меня все. Сейчас перерыв, а потом дальше продолжим. Итак, поехали. Про Турцию еще надо договорить немножко. Проблема в том, что если действительно Турция настолько сильно спутается с Россией и абсолютно перестанет обращать внимание на требования и пожелания американцев, то это приведет, с одной стороны, к передаче огромного количества НАТОвских данных, секретов и всякого такого, особенно в военной области, в руки Путина. Что, конечно, не есть хорошо. Это, во-первых. А, во-вторых, к тому, что авторитет американцев, авторитет США будет фактически уничтожен. На Ближнем Востоке очень внимательно следят за такими вещами. То есть Дональд Трамп обещал ввести санкции против Турции, если она ослушается его и купит российские ракеты. Турция ослушалась, купила, и Трамп ничего не сделал. В такой ситуации, знаете, иранцы, например, будут полными идиотами, если они начнут вооружаться, потому что, ну, видите, Трамп ничего не делает. Кстати, они наверняка это уже и сами делают, потому что Трампу много раз грозил всякими карами военными, да, но иранцы, помните, недавно, собственно, сбили американский беспилотник за почти 200 миллионов долларов, и ничего им за это не было. То есть, пожалуйста, делай, что хочешь. Трамп вообще, мне кажется, главная его опасность для мира в том, что он не поддерживает авторитет США на достаточно высоком уровне. То есть он ведет себя, ну, как бы не очень ответственно, мягко говоря. Кстати, в Израиле, вот я там упоминал Израиль, сейчас там тоже странная абсолютно история началась. Там идет очень интересная дискуссия о том, что надо ли физически отделять женщин от мужчин в общественных местах. То есть речь идет, знаете, о чем, например, о том, чтобы делать отдельный автобус, вернее, отдельные отсеки в одном автобусе, женщины сзади, чтобы ехали мужчины спереди, показывать концерты, кино тоже отдельно мужчинам и женщинам, делать разнополые, вернее, однополые, точнее, подразделения в армии, разделять школьные классы на мальчиков и девочек, и так далее. То есть религиозные и право-радикальные партии, которых влияние все возрастает в Израиле, они за это топят, на самом, на полном серьезе, за вот такую половую сегрегацию. Люди, которые придерживаются таких более-менее светских убеждений, они, конечно, против этого, им нифига не нравится, то, что их страна дрейфует потихонечку в сторону какой-то религиозной автократии с иранского типа, да, поэтому часть людей уезжает, часть людей пытается бороться, но я думаю, шансов у них особо нет. Почему? Потому что ситуация такая, что чем более религиозная семья, чем более правая она, тем больше обычно у нее детей. Соответственно, и голосов в недалеком будущем у этих людей будет гораздо больше, чем у обычных секулярных евреев. Поэтому даже не знаю, видимо, плохие новости, они будут, видимо, Израиль будет двигаться все дальше и дальше в этом направлении, построение именно религиозного, религиозной такой теократии. Это, мне кажется, не есть хорошо, потому что, опять же, ну, я бы не хотел, наверное, жить в такой истории. Даже у меня, знаете, по секрету вам скажу, друзья евреи, израильтяне, они недавно даже прям уехали оттуда, из Израиля в Америку из-за того, что вот, ну, как-то им не совсем уютно стало сейчас в Израиле. В общем, я уж не знаю, конечно, не мое дело, но думаю, что чрезмерная религиозная, клирикализация общества это всегда плохо, всегда нехорошо. Так, Путина я там, значит, упомянул. Путин, с которым дружит Эрдоган. На днях катался по Крыму в трехколесном мотоцикле, из-за него на это подали в суд. Правда, подали в суд, знаете, кто на него? Россияне с Дальнего Востока. Один адвокат российский подал в суд за то, что и потребовал стянуть с Путина штраф, примерно эквивалентно 15 долларов, за то, что Путин ездил без шлема за рулем мотоцикла. Это по российским законам запрещено. В прошлый раз на него подавали в суд по аналогичному случаю, когда он ездил без ремня безопасности за рулем грузовика по Крымскому мосту. Тогда, правда, сказали, что ГУВД, не ГУВД, ГИБДД России сказала, что моста не существует, поскольку он официально не открыт. Поэтому Путин ехал не по дороге, а по... вообще непонятно, почему он ехал. Просто типа ехал по воде, наверное, имеется в виду. Поэтому штраф с него снять нельзя. Но сейчас совершенно очевидно, что Путин ездил по дорогам, на мотоцикле и без шлема. Из-за этого теоретически его, конечно, надо бы наказать. Но не знаю, накажут ли. Вообще Путин в Крыму ездил на какой-то такой гомоэротический фестиваль байкеров, точнее, так называемых байкеров, этого господина Залдостанова по прозвищу Хирург. Но это какая-то абсолютно мрачная история. Ряженые какие-то байкеры вот такие вот. Путин сказал, что вы такие молодые ребята, вы крепкие, сильные, мускулирующие. Но реально было похоже на что-то вот такое из... Ладно, не буду. В общем, как-то он прям, знаете, со скрытым эротизмом описывал этих байкеров. Меня это, честно говоря, удивило. Ну и этим байкерам он, конечно, противопоставлял тех людей, которые выступали против него, против Путина в Москве. Думаю, успею об этом еще рассказать. Мне кажется, это важная тема, интересная. В минувшую субботу там на проспекте Сахарова, это почти центр Москвы, скажем так, собрались 60 тысяч человек. Несмотря на дождь проливной, очень плохую погоду. Там очень холодно было, около 12 градусов тепла. И, конечно, середина отпускного сезона. Сейчас только дураки сидят в Москве, наверное. Все остальные нормальные люди где-то на пляжах сидят и пьют коктейль из кокосового ореха. Тем не менее, 60 тысяч – это рекорд для последних 10, наверное, лет. Столько давным-давно уже не было. И о чем это говорит? О том, что людей становится все больше и больше. Знаете, очень-очень важный элемент надо подчеркнуть. Важно не количество людей, которые приходят на тот или иной митинг, а важна повторяемость. А именно то, что каждую субботу в течение последних уже полутора месяцев люди выходят и выходят. Санкционированный митинг – выходят. Несанкционированный – все равно выходят. Не боятся. Несмотря на аресты, на избиения, на угрозы отобрать детей, исключить из университета, отправить в армию, взыскать долги и что-то там еще, несмотря на это все, люди выходят, выходят и не боятся. Сформировались серьезные, низовые, я бы сказал, такие горизонтальные сетевые структуры поддержки друг друга и организации этих митингов. То есть, несмотря на все усилия силовиков, которые фактически захватили сейчас в России власть, там на самом деле самая настоящая хунта правит. Несмотря на все их усилия, люди все равно выходят. Знаете, почему это важно? Потому что, мне кажется, сломалось что-то в сознании людей, и они перестали бояться. С чего там все началось, коротко напомню, там мэрия украла, то есть в сентябре там должны были пройти выборы в городской парламент московский. Мэрия украла деньги, выделенные из федерального центра на проведение этих выборов, то есть на то, чтобы подкупить кого надо и чтобы никто из оппозиционеров не прошел. Решили все сделать с помощью административного ресурса, но не получилось. Поэтому украденные деньги вот так боком вышли, люди стали ходить на митинги, появились независимые кандидаты, которые требовали своей регистрации. В общем, вся эта история завертела и закрутилась. Мэрия после этого сказала, что не может справиться, передала управление, фактически передала управление российским силовикам, а именно Совету национальной безопасности во главе с Патрушевым. Есть такой бывший начальник ФСБ, Николай Патрушев, Николай, по-моему, его зовут. Этот Патрушев, он обычно чекист, он сказал, ага, если люди выходят, надо их бить, тогда они не будут выходить. В общем, все более ожесточенно их стали бить. В общем, Путин и Патрушев, они старые друзья еще по ленинградскому КГБ, Путин и Патрушев решили, что надо просто избивать людей, максимально жестко их паковать, и тогда они перестанут протестовать. Но не получилось. Несмотря на все вот этих усилия, избиение, аресты, уголовные дела, угрозы отобрать ребенка, не получилось. Все равно люди, запугивание не работает, люди выходят. И тогда произошла интересная история. В прошлый раз, когда было болотное дело, если вы помните, Путин и Песков, его пресс-секретарь, очень грозные заявляли, что надо размазать по асфальту печень вот этих протестующих. Мы полностью поддерживаем ОМОН, мы раздаем квартиры тем ОМОНовцам, которые проявили максимальную жестокость и так далее. То есть они явно выступили за то, что вот это да, это мы, это наше решение, мы приказали бить всех вообще к ногтю всех. На этот раз, меня это просто поразило, Песков и Путин вообще то в батискафе, то с этими байкерами милуются в Крыму. Вообще непонятная история. Пескова не было месяц, он нигде не появлялся. Мэр Москвы Собянин один раз просто практически под дулом пистолета зачитал заявление о том, что он поддерживает полицию. И все, тоже слился. Нет его нигде. Не показывают его ни по телевизору, вообще нигде. Что происходит? Народ все сильнее и сильнее начинает ненавидеть полицию, потому что полиции отдан приказ быть максимально жесткой. Жестокой даже. Естественно, народ начинает все сильнее и сильнее ненавидеть полицию. Полиции – это не нравится. Потому что полицейские, они, конечно, Ну, понимаете, никто не хочет быть просто садистом, да, гадом, сволочью и негодяем. Людям нужно какое-то обоснование, тем же полицейским нужно какое-то обоснование, почему они ведут себя так, почему они бьют кого-то. Это, например, враги, но они же видят, что они какие-то не враги, это точно такие же, какие-то хипстеры, все они обычные люди, да. И они не понимают, за что их ненавидят, их все начинают ненавидеть. То есть быть полицейским стало позорно в России, да, полицая. У них, у оппозиции на митингах лозунг появился новый «Дети ментов ненавидят ментов». Это, мне кажется, очень точная лоза, потому что быть, вообще иметь хоть какое-то отношение к МВД, к Росгварде сейчас в России реально позорно стало. И поэтому полицейские не очень... Потом пошла деанонимизация этих полицейских, то есть их личные данные публикуются в интернете. То есть каждый полицейский понимает, что меня вытаскивают на свет, боже, меня могут наказать за то, что я делаю, хотя мне приказано быть максимально жестовым. А что же говорит Путин? Точнее, не Путин, Путин до сих пор молчит. Что же говорит Песков устами... Вернее, Путин устами Пескова, вот. Он говорит, что мы вообще не пределы, мы против выступаем чрезмерной жестокости, мы вообще за мир, нам это не нравится. Нам вот, конечно, полиция должна быть жесткой, но не жестокой. То есть он фактически сдает полицейских, да. Тут еще что интересно. Совсем недавно на днях в Ульяновске какие-то местные гопники, видимо, избили росгвардейцев. То есть их бить, полицейских бить росгвардейцев, становится общественно одобряемой нормой. Почему я так говорю? Потому что на всех сайтах, на которых только появилась эта новость, хвалят этих гопников за то, что... Хотя гопники сами неприятные люди, да. Но люди все равно хвалят гопников за то, что те избили росгвардейцев. То есть быть росгвардейцем сейчас ниже по статусу, чем просто гопником даже быть. Представьте себе. Одновременно с этим, да, люди ненавидят полицию, но ненавидят еще и суды, и мэрию. Потому что мэрия, Собянин, как я сказал, уже мэр Москвы Собянин, выступил и сказал, что я поддерживаю жестокие действия полиции. То есть его есть за что ненавидеть. Ну и, кроме всего прочего, Собянин, собственно, и устроил вот эту свистопляску с нерегистрацией, отказом в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Хотя, конечно же, это опять же было требование Кремля к Собянину, да. Сказали, Собянин, не дай бог хоть кто-то пролезет, снесем тебе голову. Вот Собянин сделал то, что от него требовалось, а потом всю ответственность повесили на него. И еще одна история. Суды, конечно, судам тоже приказали максимальные сроки впаивать всем этим проклятым оппозиционерам, чтобы они боялись. Естественно, суды тоже теряют свой авторитет, и тоже их все начинают ненавидеть, этих судей. Но Песков сказал, что, боже, да мы же не занимаемся этими выборами. Этими выборами занимается только мэрия Москвы. Кремль вообще здесь ни при чем. А приговоры страшные, ужасные. Это тоже не мы, это сами суды. И вообще никакого центра принятия решений нет. Хотя на самом деле центр принятия есть, и он находится как раз в Совете национальной безопасности в руках у этого самого дурака Патрушева. Дуболома, который ничего не знает, кроме того, чтобы бить людей. Что происходит в этой ситуации? Полиция начинает уже колебаться, потому что полицейские не очень понимают, а зачем им все это надо, да? Вот зачем им каждую субботу выходить бить людей, чтобы что? Вот какая цель у этого все? Цель одна. Сохранить режим Путина, а Путин при этом говорит, что нет, это полицейские сами себя плохо ведут. Это не я, друзья. Вот это с полицейскими сами разбирайтесь. Это они плохие, а я-то хороший. Я вообще в батискафе на дно Финского залива ушел. Вот такая, да, позиция. И произошла удивительная история тут. На днях выпустили из-под ареста Ивана Жданова. Это один из оппозиционеров из фонда борьбы с коррупцией. Навального. Он теоретически вышел, смотрите, была такая ситуация. Пока он сидел в спецприемнике, в СИЗО фактически он сидел, ему вынесли еще один приговор по административному делу. То есть он должен был выйти на свободу и тут же сесть на еще 10 суток. Но когда он вышел на свободу, его просто не приехали, его арестовывают, его не посадили. Почему российская власть, которая сажает людей вообще без всяких приговоров часто, в этот раз она сказала, пускай гуляет себе. Это очень странная история. Мне кажется, что, понимаете, конечно, полицейские и судьи российские, они не могут сказать, мы не подчиняемся решениям Путина. Конечно, это слишком. Но они могут саботировать его решения. Когда этих решений миллион, когда раздается тысяча всяких приказов, с одной стороны, полиция и суды, и мэрия тоже могут исполнять все эти приказы, если они полностью верны своему президенту, если президент их поддерживает. А если президент кидает их, как сдает, как стеклотару, то у них теряется любой смысл поддерживать этого президента и выполнять все его самые жестокие указания. И сейчас, как мы видим, президент действительно так и поступает. То есть он их сдает, он сам уехал куда-то, он сам, значит, то ныряет, то гуляет с байкерами, а все самые вот эти тяжелые решения, он говорит, да, это пускай вот эти там занимаются, я тут вообще ни при чем. Поэтому происходят какие-то удивительные... Уже фантасмагория какая-то происходит, да. Парк Горькова на ближайшую субботу объявил грандиозный фестиваль, но одновременно с объявлением этого фестиваля он сказал, что не будет объявлять, какие музыканты будут выступать на этом фестивале. Почему он так сделан? Потому что все те музыканты о выступлениях, которых заранее объявляются, они говорят, что нет, мы выступать не будем. Все российские музыканты, даже те, которые... Ну, не все, ну, скажем бы, все более или менее релевантные российские музыканты, кроме тех, кто уж совсем уж целует власть в одно место, да, они говорят, что нет, нет, мы не хотим выступать на этих фестивалях, которые явно сделаны для того, чтобы отвлечь внимание людей от протестных акций. Соответственно, в ближайшую субботу в Москве состоится очередной митинг оппозиции. Пока непонятно, будет ли он согласованный или нет, потому что мэрия отказывается согласовывать людям те места, где они хотят провести, и говорит, давайте вы где-нибудь там подальше, подальше от центра. А люди уже наученные тем, что мэрию-то можно и не бояться, говорят, нет, а мы в центре хотим. И они отказываются брать те места, которые предоставляет им мэрия. Соответственно, я думаю, что, скорее всего, будет там несогласованный митинг, и опять будут драки и задержания. Но в этот раз, мне кажется, очень важно обратить внимание вот на что. Будут ли действия полиции такими же жесткими, как и в прошлые разы? Потому что сейчас действительно Путин дал понять, что он за полицейских вписываться не будет. Если у полицейских будут какие-то проблемы, то Путин их будет сдавать. Не будет. Причем сдавать в буквальном смысле. Помните, там один полицейский ударил кулаком в живот женщину при задержании. Ну, в нормальных условиях, в обычных, скажем так, условиях, потому что это нормальными не назовешь, да? В обычных условиях этому полицейскому ничего бы не было. А тут его вдруг обнаружили. Причем сдали его свои же. То есть полицейское начальство пообещало наказать его даже. Представляете себе, как будут действовать другие полицейские, если этого деятеля... Он, конечно, садист и псих, это его 100% надо наказывать. Но когда его накажут, какое будет отношение к задержанию, вообще во время задержания у других полицейских? Они будут понимать, ну хорошо, вот я дам кому-нибудь по черепу сейчас дубинкой, да? А потом скажут, что я там превысил полномочия. Вон Песков сказал, что он выступает против чрезмерной жестокости. Вон товарища Васю, который дал животом, в живот кулаком посадили. Поэтому давайте-ка я буду действовать все более аккуратно. В результате, я думаю, сейчас намечается некий перелом в этой всей истории в Москве. И я думаю, следующий митинг будет гораздо более интересным, чем все предыдущие. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковенко. Приводит с вами Сила. Пока-пока. Продолжение следует...